Доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем 206-й урок у нас по книге Мишли «Притчи царя Сламона» и ждем, кто сейчас в эфире. Кто в эфире? Всем привет! Всем привет! Шалом! Бонжур! Бонжур! Влад Косов присоединился. Значит, Ботертов, Наташа Блау, Ботертов, Лилия Берман, тоже доброе утро! Светлана Карачева. Так, все отлично! Вера Перлина, Шалом! И Яков Шаттагин, Наталия Раднер. Все. Все основные уже пришли, собрались. И мы продолжаем изучать высшую мудрость, которая только есть в мире. Мудрость царя Сламона. Итак, значит, сегодня, кстати, тот, кто сегодня пришел, он узнает вообще невероятную вещь, которая просто переворачивает представление о жизни, идет вразрез со всем социальным воспитанием, которое мы у нас учили, и, в принципе, увеличивает уровень счастья в жизни в тысячи раз. Да, это сильно мы узнаем. А вначале мы будем сейчас изучать про виды гнева. Про виды гнева. Значит, четвертый отрывок, он нам перечисляет виды гнева. То есть мы в прошлом занятии изучили, что гнев тяжелее, чем камень, тяжелее, чем песок, в два разы. Потому что камень и песок ты поднял, опустил, и их нету. А гнев, он в тебе живет и поджигает, и поджигает твои отношения с другими людьми, и поджигает твои отношения с Богом. В общем, гнев страшная вещь. Теперь он нам, царь Сламон, рассказывает про виды гнева. Он говорит, ахзарил тхема, вешетев аф. Он говорит так, жестокость, хема, это гнев, который внутри. То есть жестокая, скажем так, ярость. Нет, жестокий гнев, гнев, который внутри человека. Вешетев аф. Шетев это как течет, течет. Ну-ка посмотрим, сейчас течет или какой делает этот перевод. Двадцать седьмого глава. Секундочку. Перевод это гнев, лютость и ярость разлит. Ну, кто стоит против ревенности мести? Значит, смотрите, лютость, я вообще такого слова не знаю. Жестокий, ахзарил тхема. Хема это гнев, который внутри. Ну, лютость они переводят, я не знаю, что за лютость. Вот там, когда Рути гневается на мужа, это она лютует, можно так сказать. Опять лютуешь, да? Да, лютуешь. Значит, но это внутри, это не видно. Жестокая лютость. И шетев это как разливается гнев. Гнев аф – это гнев, выраженный наружу, гнев, выраженный наружу. Уми я, мот ли фне, кина. И кто устоит перед кина – это одновременно месть. Кина – это ревность, и кина – это зависть. Но здесь имеется в виду месть. Месть – это самая страшная штука, которая меняет все. Значит, объясняют наши комментаторы так. Когда у человека внутри есть вот эта ярость, которая не утекает, не утихает, да, ярость внутренняя, она жестокая. То есть человек внутри готов другого там растерзать. Да я тебя сейчас, я помню, я слышал иногда, мамы на площадке детской кричат на детей. Я тебя сейчас убью. Если ты сейчас с качеля не слезешь, я тебя сейчас сама убью. Вот так они кричат. Бывает же такое? Бывает. Значит, когда человек внутри гневается, то у него есть с этой гневом и жестокость. Теперь есть разливающийся аф – это выраженный гнев. Бывает, что человек орет, но внутри у него нет жестокости на человека. То есть он прямо, ну, внешне орет, но по факту не обижается. Просто если эти люди, они, ну, так они выражают свое раздражение, они просто орут. Но самое страшное – это месть, в месте есть и внутренний гнев, и то есть когда человек затаился, и он готов ждать, чтобы отомстить потом, то это у него есть и жестокость там, и все. Так объясняют комбинаторы. Верь по простому стадии гнева. Я помню когда-то одну историю, я слышал, как профессор психологии объяснял, какие бывают уровни гнева. И он говорит, смотрите, бывают уровни гнева разные, а я вам хочу сейчас их продемонстрировать на примере. И он берет телефон, набирает какой-то случайный номер и говорит, здравствуйте, позовите, пожалуйста, Сердея к телефону. Ему говорят, вы ошиблись номером, Сердея здесь нет. Он все громко говорит, он кладет в руку и говорит, вот это была первая стадия гнева – раздражение. Человек просто раздражен, что ему кто-то позвонил и ошибся номером. Легкое раздражение, это такое искры гнева. Звонит он второй раз, набирает повтор, говорит, здравствуйте, Сердея, позовите, пожалуйста, на этот же номер. Он говорит, мужчина, я вам сказал уже, нормально, прямо я вам сказал, больше сюда не звоните, Сердея здесь нет. Понятно вам? Он говорит, да, понятно. Кладет в руку студентам, говорит, это вторая степень гнева, этот человек уже серьезно, он уже недоволен, он конкретно недоволен, у него уже как бы пошел процесс, он уже зажег все внутри, значит, все, это у него гнев внутри. Теперь он звонит третий раз по этому же номеру, говорит, здравствуйте, Сердея, позовите, пожалуйста. Да пошел ты со своим, ты что, дурак, вообще не понимаешь, не звони сюда больше, я тебя сейчас не приеду, руки тебя обломаю, а что ты сюда звонишь? Он говорит, это А, это вот этот выраженный ярко гнев, который уже, значит, ну, это высшая степень гнева. Тут один студент говорит, товарищ профессор, я вам хочу показать, что есть еще большая степень гнева, вот как раз то, о чем говорил царь Соломон в 4 отрывке 27 главы, когда он говорил про месть. Он звонит этому человеку и говорит, здравствуйте, это Сергей, я вас дал телефон, мне никто там не звонил, теперь вам будут звонить по моему поводу все время, значит, я тебя сейчас найду, я сейчас приеду, я тебе там телефон, ты мой дал, ну и так далее. То есть это уже месть, в которой есть уже и ярость, и раздражение, и все, да, месть, это когда человек готов нести причину гнева, и за нее дальше, то есть она уже начинает им рулить, это причина гнева, она начинает им рулить и управлять. Это как, еще раз, одна такая небольшая иллюстрация, в Инстаграме на моей странице был очень анекдот популярный, был популярный анекдот как раз вот про эту месть, можно его так проиллюстрировать уже, было так написано. Быть женщиной, это когда ведешь войну, выигрываешь ее, проигрываешь, а мужчина даже не знает, что ты воюешь. Это когда внутри у нее, это как раз вот эта стадия, когда хама, когда внутренняя у нее война идет, но она не выраженная наружу, да. Теперь двигаемся дальше, двигаемся дальше. Следующий отрывок, пятый. Пятый отрывок звучит так. Он нам, царь Соломон, говорит, что вот этот гнев, ты сам к нему должен по-разному относиться. Хотя человек очень тяжел сдержаться, когда кто-то на него гневается, и когда, так как мы знаем, что царь Соломон нас учил, что как человек смотрит в зеркало, в воду и видит свое отражение, так сердце человека отражает свое к нему отношение. И когда кто-то на тебя начинает гневаться, даже в сердце, ученые говорят однозначно, второй человек это чувствует. Зеркальные нейроны. Кто-то на тебя обижается, и он такой ничего не говорит, а так просто, знаете, обижается, молчит. А что ты молчишь? Ничего. И все. И внутри, а внутри-то там уже идет как бы процесс, да, и вторая, вторая сторона обязательно это чувствует. Так вот, царь Соломон говорит следующую вещь, на пятый отрывок. Това, тоха, хат, мигуля, наава, месутере. Значит, переводят этот отрывок неправильно, потому что я смотрел комментарии, вообще, ну вот, перевод неправильный. Значит, переводят так, что лучше открытое увещевание, чем скрытая любовь. Так переводят. То есть, как бы, если так перевести, то тогда понятно, что человек, который тебе в глаза говорит правду, и он тебя увещевает, это лучше, чем если он тебя скрыто любит. Типа, от скрытой любви нет никакой пользы. Ну и что, что он тебя скрыто любит? Он тебя никак не исправляет этим, не улучшает, и даже не дает тебе ничего приятного, если он тебя скрыто любит. То есть, понятное дело, если идти по этому переводу, а оно вписывается, как бы, в слова, что лучше увещевание открытое, мэ аава месутарет. Мэ – это, как бы, из любви. Ну, как, чем любовь переводят. Значит, вот, смотрите, если любовь скрытая никак не проявлена, какая мне польза от этой любви? Никакой. То есть, я ее не чувствую, не вижу. Бывает, что вот мужчина, например, любит женщину, но и об этом не говорит. То есть, ну, как бы, он не приучен. Он просто спокойно работает, и он этим выражает свою любовь, что он целый день на работе, вечером пошел с друзьями отдохнул в бар. То есть, он этим выражает любовь своей женщине, что он же, ну, с друзьями пошел в бар, не с женщинами, правильно? И работает он для кого? Для нее работает. То есть, все, он выразил свою любовь однозначно. Но, но, как бы, такая скрытая любовь, она бывает, что, ну, не доходит до объекта любви. То есть, она может не понять, что она ее любит. Ей, например, нужно, чтобы ей сказали конкретно, что ее любят, и принесли ей цветы. Хотя он не понимает, что, зачем ей нести цветы, ну, и говорит, я тебя люблю, если так понятно, что она ее любит, если он целый день был на работе, вечером с друзьями. Как можно не понять. Так вот, это скрытая любовь. Как говорит царь Соломон, что лучше открытое увещевание, чем скрытая любовь. Она его открыто, он приходит домой, и она его открыто увещевает со сковородкой, да? Она его увещевает. А, написал жене, что ты ее любишь? Отлично. Вот это вот прямо к делу сразу. Как есть тоже известная история, как муж возвращается домой, как раз из бара, под утро, и такой, значит, заходит жена со сковородкой, он говорит, дорогая, я так рад, что ты меня ждала. Я ужинать не буду, спасибо. Это оптимистичный взгляд на жизнь. Да-да. Но, но здесь, мне больше нравится комментарий Малбима. Он говорит другую вещь. Он говорит, что лучшее увещевание открытое, которое происходит из скрытой любви. Что имеется в виду? Когда человек тебя увещевает, опять же, мы вернулись к тому, что очень важно понять его намерение. Если его намерение тебя спасти, если его намерение тебе помочь, если его намерение тебе там что-то улучшить, то даже если это открытое увещевание, он тебе говорит, там, критикую тебя и так далее, то, например, мама Жору критикует. Но на нее не надо обижаться, потому что внутри лежит желание Жору спасти от религии, от того, чтобы, от мракобесия, можно сказать, да, и мама ему говорит, Жора, лучше пойти с девочками на дискотеку, чем ты в этой мараше зависаешь, непонятно с тем вообще, да. Что такое? Пойди, погуляй, Жорик, выпей, вот тебе денежка, все. Она его спасает. И, а ты что-то как дурак одел эту шапочку, да. То есть, этот комментарий, он тоже очень хороший, потому что, когда человек увещевает, но из скрытой любви, то тогда это хорошо, ну, то есть, это воспринимается. То есть, нужно понять всегда намерение человека, который тебя увещевает. Хорошо, шестой отрывок. И дальше шестой отрывок, как раз теперь понятно, откуда идет выражение, если бьет, значит любит. Из шестого отрывка 27 главы. Что лучше раны того, кто тебя любит, то есть, он тебя еще и сбил, да, чем поцелуи, поцелуи ненавистника твоего. То есть, ненавистник, он тебя ненавидит, но он тебе, о, там, ну, говорит разные хорошие вещи, все такое. А тот, кто тебя любит, я помню, мама за мной бегала с ремнем вообще по квартире и кричала, сейчас я тебе ремня дам, да. Но она меня же любит, я же так научился бегать, стал призером чемпионата мира полета, опять же, дети, убегают мамы, да. То есть, лучше даже удары любящего, чем поцелуи ненавидящего. Это сложно понять, ну, так написано. Значит, понятно, да? Вот, значит, вот бьет, значит, любит. Вот это вот как раз отсюда идет, что он ее, он ее, как бы, получается, бил, но он ее любил. Что, ну, как-то это понять? В современном мире это сложно понять, но, очевидно, в то время у царя Сламона было 700 жен и 300 наложниц. То есть, понятное дело, что он не мог им управлять, иначе, как раздавать. И он им говорил, лучше раны от любящего, чем поцелуи от ненавидящего. Я вас люблю. А ну, давайте, ну, 700 жен, а как их было удержать вообще в узде? И он их и не удержал в узде. Они, написано, совратили его сердце потом, то есть он не смог, как бы, установить жесткий контроль, потому что у него жен были разные, из разных стран. Хорошо, теперь дальше. Следующий отрывок, это вообще седьмой отрывок, это то, ради чего стоило вообще учить Мишли полностью, потому что он настолько дает ключи к счастливой жизни, которые вообще, в принципе, ну, мало кто вообще объясняет детям, взрослым и так далее, как работает вообще система. Значит, я считаю, что седьмой отрывок 27 главы – один из самых полезных вообще мудростей, которые я в жизни считаю. И слышал. Значит, в мудростей отрывок звучит так. Нефеш сва тавус нофет. Значит, дословно переводится. Душа сытая, она пренебрегает медом. Венефеш рейва, а душа голодная. Коль марматок. Все горько, есть сладко. Значит, объясняют Малбин такую интересную вещь. Он говорит так, что вкус еды, он не зависит от еды, а он зависит от того, насколько человек, насколько человек голодный и насколько он хочет эту еду. И когда человек насытившийся, даже не насытившийся, а присыщенный, да, то есть вот он, этот мед, он его ест, ест, он его наелся, он уже им пренебрегает. Все, что ты находишь, все, к чему ты стремишься, когда ты этим насыщаешься, оно перестает тебя радовать. И Малбин из этого делает интересный вывод. Он говорит, что у человека бедного счастья в жизни больше, чем у человека богатого. Потому что так прямо конкретно он пишет и объясняет. Потому что богатый человек, он, значит, вот он, ну все у него есть, все ему доступно. Ему ничего не приносит радость. Он перестает радоваться, потому что это для него стало обычным, доступным, ежедневным и так далее. То есть бедный человек, здесь это приводится с едой, но это очень распространяется на все сферы жизни. То есть люди всю жизнь гонятся за достатком. Но каждый раз, когда они догоняют следующую ступень достатка, они теряют огромное количество удовольствия, которое у них было до этого. Дальше в какой-то момент, и посчитали, посчитали голландские ученые, что после 5000 долларов в месяц, когда человек зарабатывает, дальше у него количество удовольствия не растет, а падает от жизни. Почему? Потому что, ну, потреблять еды больше, чем ты можешь потреблять, ты не можешь. Но если ты ешь все время там еду, ну, самую там вкусную еду, то дальше она уже перестает тебе переносить радость. Что ты дальше можешь делать? И тут я вспоминаю Пелевина, который писал, что римские императоры, они разбавляли жемчужины в уксусе. Каллигула был такой император, и он пил эту воду, эту гадость, да? Ну, почему он ее пил? То есть он получал удовольствие, что это стоит столько денег, и что вокруг люди стоят и видят, сколько денег он просто палит вот так вот впустую, да? Ну, это бред. То есть это уже, потому что человек уже перестает получать удовольствие от нормальных вещей. И он тогда выдумывает разные извращения для того, чтобы хоть как-то от жизни получать удовольствие, потому что уже ему все не в радость. Это, я вспоминаю, я видел какое-то там видео как раз в Comedy Club, знаете, из Comedy Club. И там это видео, когда один такой человек, типа олигарх, он говорит своему водителю, говорит, вот, говорит, я, говорит, в жизни все ел, все пил, везде спал, все видел, со всеми спал, все делал. И что мне делать, я не понимаю, говорит. Потом говорит, о, говорит, вот я знаю, говорит, мужика у меня никогда не было. И он говорит, теперь надо мне мужика. То есть человек уже сходит с ума, потому что ему, ну, он уже, он не знает, зачем жить, у него все уже как бы съедено. И вот здесь как раз царь Соломонам объясняет этот принцип, что душа насытившаяся, она пренебрегает даже медом. Ну, то есть медом, это как бы считалось тогда самый такой вкусный деликатес. А когда ты голодный, так все для тебя, даже горькое, оно для тебя сладкое. Я помню, как сейчас, когда только, например, ну, там, те периоды, когда вообще у меня в советское время, я помню, я перешивал брата старшего джинсы, сидел, перешивал себе джинсы. Пошел на курсы «Кройте и шитья» и пошил себе три пары брюк там, которые я до сих пор помню, то счастье, которое у меня было от тех брюк, которые я себе пошил, да. Или там первые кроссовки «Адидас Торшин». Это вообще там было у меня в 18 лет, это был взрыв мозга на всю жизнь. Сейчас у меня стоит пять пар кроссовок, и я, ну, ну, кроссовки, ну, еще кроссовки, ну, ну, и все. То есть уже теряется у человека рада жизни. И получается, все гонятся за иллюзии, весь мир гонится все время за иллюзии, которую включили, как хомячки такие в этом самом, хомяки в клетке, вот они бегают вот в это, знаете, такое круглое колесо. Так люди включены в общество потребления и вначале продают идею, что тебе будет лучше, если ты купишь это. Потом человек начинает ради этого, он годы там работает как в каторжной, как раньше рабов заставляли, а человек сам себя там включает в эту работу. И он пашет, 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 и дальше он покупает то, что ему казалось, что это круто, все. У него удовлетворение одну секунду наступает в момент, когда он это купил. Я помню, мне рассказывала редактор журнала Vogue, она рассказывала, ну, Vogue это там, в мире моды это основа. И она говорит, у нас самое главное вызвать у этих теток, которые читают Vogue, слюноотделение. Вот она смотрит на картинку, у нее должно появиться слюноотделение, я это хочу. Дальше она, все она сделает ради того, чтобы это получить. То есть у нее, когда пошло, включилось это желание, она сама себя на что угодно готова там, все что угодно делать, лишь бы получить вот то, что она увидела. Потом она приходит в магазин. Второй момент кайфа у нее, когда она выходит из магазина с пакетом, обязательно вот эти все они делают, большие пакеты с надписями, она потом с этим пакетом ходит, летает, там, все, этот большой пакет. Но, говорит, в момент, когда она выходит в это вещи и смотрит на реакцию на нее других людей, а реакция, скорее всего, будет такая. Типа, ну, ну, такое, да. У нее сразу удовольствие падает, и она сразу, то есть все уже, как бы, какое у нее удовольствие. Есть у этих теток, у них, она говорит, шкафы, у них некуда класть эти гардеробные, они все забиты вот этими. Каждый год новая коллекция, новая коллекция, но, говорит, потом выходят новые журналы. Наша задача, чтобы у нее опять начался процесс слюноотделения, ради которого она потом начнет и так далее. Вот в таком мире мы живем, и царь Соломон нам объяснил, что, ну, это, как бы, бесполезно, это, ну, бесполезная беготня, но у людей она занимает всю жизнь, а потом они умирают. Вот такой вот седьмой отрывок, который нам… Позитивный. Потому что человек, он сам себя загоняет с завистью и вожделением в сферу недостатка, то есть он себя, вернее, как ему помогает весь окружающий мир, вся реклама человеку вызывает у него чувство комплекс неполноценности. То есть ты смотришь, особенно там Инстаграм, ты смотришь, вот эти все там, открываешь любую ленту, смотришь, вот у людей жизнь, а я вообще лошина. И ты начинаешь себя ощущать, что у тебя что-то не в порядке, начинаешь гнаться за этим, чтобы это догнать, ты, как бы, вынужден там надрываться. Потом ты, когда, казалось бы, это догнал, ты пустишь эти фотографии, те же самые, но эти фотографии – это иллюзия, потому что у тебя до этих фотографий лежит страдание, и после этих фотографий лежит то же самое страдание. И у них то же самое, только, ну, это мир обмана, мир иллюзии. А вот это правда, 7 отрывок 27 главы, что Нефеш Раева кольмар моток, а для человека голодного, для него даже горько и сладко. То есть у него любая, любая, как бы, я помню, был такой великимудрец, Кафецкая, и он жил очень бедно, то есть очень бедно, все деньги раздавал людям, все, жил очень бедно. Пришел к нему один богатый очень промышленник и говорит, давайте я в вашей ешибе выделю фонд 5 миллионов рублей, ну, по тем временам, и будут проценты идти, у вас вы будете спокойно жить, у вас всегда будут деньги. Кафецкая говорит, нет, говорит, все деньги раздать прямо сейчас. Написано, что Тора была дана тем, кто кушал ман в пустыне. То есть Бог 40 лет тренировал еврейский народ, что даст Бог день, даст Бог пищу. То есть когда ты пытаешься себе построить какую-то, вырыть все эти норки, запасы там и так далее, все равно Бог тебе докажет, что ты себе не можешь обеспечить в этом мире уверенного и спокойного существования. Потому что только человек обустраивается, тут же ему тык, и какая-то приходит все равно новая ситуация, которая оружит все его планы, на которые он себе понастроил. Поэтому, поэтому, сказал Кафецкая, самое главное, это быть с Богом на контакте, а когда ты с Богом на контакте, то ты как бы, ну, я помню эти истории, вот когда религиозный мир, такой настоящий религиозный мир, когда люди сидят только у Чатору и вообще ничего больше не делают. Они живут все время на вот этом вот ощущении, как ман с неба, что им вот все время приходит ман с неба. Я вспоминаю одну историю, как один был парень, он учился в Колере, ну, Колере это где женатые мужчины учат Тору. И там стипендии, я помню, когда учился в Колере, у меня была стипендия там 300 долларов в месяц, за квартиру оплатил 250 долларов в месяц. И вот, а надо как-то жить, у меня остается 50 долларов на жизнь. Тут ко мне приходит другой парень, который со мной учится и говорит, слушай, я не, ну, там, меня просили не говорить кто, но тебя открыли в магазине, в Маколите продуктовом, открыли на 200 долларов кредитную линию, и какой-то человек, он, ну, он сказал, чтобы я не говорил кто это, но он оплачивает тебе там продукты. Я думал, вот это с неба мне, да, привалило, вот это круто, да. И, значит, я там пока учился в Колере, была открыта эта кредитная линия, 200 долларов в месяц, у нас были продукты. И когда я в то время там где-то мне с неба падало там 50 или 100 долларов, я был, ощущал дикое счастье. И вот история такая, что один парень, один парень, он был Абрех, и Абрех это называется тот, кто сидит в Колере. Я сумел выдержать такую жизнь всего два года, и я потом пошел работать, я не мог все время, как бы, ну, это, я не мог, я не справился, можно сказать. А есть люди, которые всю жизнь так сидят, и у них по 8-9 детей, и они получают 300 долларов в стипендию в месяц, но при этом у них есть квартира, они всех детей женят, выдают замуж. И как-то Бог вот им реально помогает, потому что есть квартира, вот есть такая мешна, что кто-то принимает на себя ярмо Торы, с того Бог снимает заботу о пропитании и бремя властей. И они полагаются на эту мешну. Раз Бог это сказал, что ты берешь на себя ярмо заповеди, то есть ты впрягаешься в работу Бога, учить Тору выполнять заповеди, я в армии, я на тебя полагаюсь, ты меня как маном обеспечивай. И вот в этой истории один такой парень, у него, значит, ну, нет денег, ему надо там детей женить, выдавать замуж, свадьбы, кушать нечего в доме. И он пришел к своему Рош-Яшива, глава Яшивы, и говорит, что делать? Он говорит, смотри, в таких случаях едут в Америку собирать деньги, потому что там есть много религиозных богатых евреев, которые работают, и они понимают важность того, что есть евреи в Израиле, которые учат Тору и которые посвящаются полностью Бога. Ты ездишь, показываешь письмо, что ты учишься в Яшиве, и ходишь по этим евреям, и они тебе поддают деньги. Едь, собирай на себя деньги. Это как деньги с неба. Значит, он говорит хорошо, едет он, летит в Америку, летит он в Америку, и в течение двух недель ходит, собирая деньги, но он еле собрал даже на билет, чтобы свои билеты оправдать. Вот бывает такое, я тоже ездил, год потом я ездил в Америку, собирал деньги для организации, для Талдоти Шруни, я ездил каждый месяц, собирал деньги, и вот так же ходил по домам. Это очень интересная такая жизнь, когда ты вот прямо чувствуешь божественное проведение вот в каждом шаге. И вот, значит, этот парень ходит по домам, ему не дают, там не открывают, там не дают, там впереди зашла, там целый автобус, а там, как ты приезжаешь, есть водители, которые знают адреса. И этим водителям они тебя возят по адресам, а ты им даешь процент от того, что ты собираешь. И они на тебя смотрят, эти водители, если они видят, что тебе давать не будут, то они, ну, есть водители тоже там категории. А есть водители, которые возят только, они знают, они эти водители, драйверы, они как разведчики, они знают адреса, они знают точно, где кто дает, когда дают, когда он идет домой. То есть они очень друг от друга скрывают информацию, и если ты, ну, такой, действительно на что-то собираешь, они видят, что тебе помогут. Они, они самые крутые водители, тебя везут туда, где ты можешь там и 100 тысяч долларов получить, и миллион долларов, и так далее, да. Значит, в общем, а этому парню не везло, и все. И он две недели проходит, он еле собирает себе на обратный билет. И он жил, а там есть такие люди, которые, они помогать деньгами не могут, но они, зная, что постоянно идет поток из Израиля, те, кто собирает денег, они в своем доме, обычно это в Америке такие дома, и внизу есть подвальчики, бейсменты. И они там делают комнатку Ахнаса Тархим для приезжих. И они дают, людям дают, это как заповедь митсва, Ахнаса Тархим это гостеприимство, и они гостям, как бы из Израиля бедным, дают возможность у себя бесплатно жить, и в этом их помощь. То есть это их большая заповедь. И он жил у одного такого человека все это время, и потом ему уже летать, он ему рассказывает, ты знаешь, говорит, я это самое, денег не собрал, не получилось у меня, что-то видно, такая у меня судьба, значит, Бог как-то для меня что-то приготовил, ну, такая воля Бога, что я могу сделать. И он, значит, спокойно говорит, все, я еду сейчас в аэропорт, а этот человек говорит, слушай, говорит, у меня сын сейчас прилетает, прилетает сейчас сын, и, значит, я тебе, давай сделаем так, я тебе даю свою машину, ты на машине едешь в аэропорт, и там как раз он прилетит, сын, ты отдашь ему ключи от машины, и он на этой машине поедет обратно, ну, в Нью-Йорк, а ты улетишь в Израиль. Он говорит, вообще отлично, вот хоть чем-то мне Бог помог, значит, прекрасно. Садится он в эту машину, начинает ехать в аэропорт, едет он в аэропорт, и, а там, вы видите, такие хайвэи, если ты проехал свой поворот, экзит, да, то ты уже едешь, ты можешь ехать час. И он случайно проезжает этот экзит, и он понимает, что все, он опоздал, он опоздал на свой рейс, он опоздал к этому сыну, он вообще, он думает, за что мне все эти проблемы, за что, почему. Но он думает, у Бога свои, ну, как бы, я служу Богу, а он так ко мне относится, значит, это же так надо. И он вообще на Бога не гневался, все, но он захотел писать в этот момент. Хайвэй, а у него, короче, вообще, ну, то есть, он едет по этому хайвэю, едет он по этому хайвэю, значит, и, ну, думает, все, сейчас ничего в машине написано, вообще, капец, что за жизнь такая. И он сдерживается или сдерживается, и видит такой съезд с этого хайвея, но это не разворот, а тупик, а это был съезд на кладбище. И он думает, ну, на кладбище должен быть туалет, и он, значит, сворачивает на кладбище, и сворачивает на кладбище, на кладбище там сторожка, сторож, он туда подбегает, говорит, мне очень надо в туалет, отпустите меня. Тот ему говорит, у нас, а это было кладбище, еврейское кладбище, пропускная система, ну, то есть, чтобы не было вандалов, все, давайте документы. Он ему дает свой паспорт, тот записывает все данные паспорта, он проходит на кладбище, идет в туалет, выходит, едет в аэропорт, уже в аэропорт он не успевает, возвращается, оставляет машину, занимает деньги, в общем, приезжает в Израиль, и все это рассказывает Роши Шиви, расстроенный, говорит, ну, значит, такая у меня судьба, значит, вот Бог так хочет, чтобы я сидел, просто учился, никуда не ездил, ну, нету долги, ну, нету, ну, нету денег, все, нету. И сидит он дальше, учит Тору. Сидит он дальше, учит Тору, тут, значит, приходит письмо, приходит ему письмо из адвокатской конторы, письмо на английском, большое письмо, он, значит, хорошо не знал английский, попросил перевести это письмо, в письме написано так, что в Америке умер один миллионер, старый еврейский миллионер. И он, значит, каким-то образом он написал так завещание, что те люди, которые придут к нему на кладбище в день похорона, между ними разделить его состояние. А он был человек, ну, при жизни не очень какой-то интроверт, плохо с людьми там как-то общался, да, и на кладбище в этот день пришел только вот этот вот чувак, еще несколько человек случайно, которые пришли. А так как в завещании было написано разделить все его деньги между теми, кто придет в день похорона на кладбище, ну, то есть, то этому парню было написано, что в связи с завещанием вам идет там завещание, около миллиона долларов, значит, вам надо получить там-то и там-то. И он тогда понял, что у Бога есть много возможностей помочь тому, кто служит Богу. То есть, за Бога думать не надо, а Он тебе поможет. И еще раз повторюсь, что написано в седьмом отрывке, что тот, кто сытый, его душа пренебрегает даже самыми большими удовольствиями, он перестает от этого кайфовать. А когда человек голодный, то для него все горько-сладко. Вот такой вот сегодня был урок, очень интересный, полезный. Поэтому, поэтому, значит, давайте сделаем выводы. И выводы такие, что гнев страшная вещь, и есть разновидности гнева, что когда человек гневается, нужно понять его намерения, и если его намерения хороши, то в принципе можно понять. Ну, я часто сталкиваюсь с тем, что даже близкие люди, они же не умеют с собой управлять, они там гневаются, обижаются, критикуют и так далее. Но надо понимать, что у них намерение, надо смотреть в корень, смотреть в намерение. И, а не смотреть на внешнее. Третье, что я понял, что, значит, как это только реализовать, непонятно, но что когда человек голодный, у него в жизни больше удовольствия, чем когда он сытый. И как это реализовать, непонятно, потому что, ну нет, как непонятно, потому что если ты все время стремишься к успеху, и ты зарабатываешь, и ты стремишься, то как бы остановить это все и бросить, тоже непонятно. Если у тебя есть этим не пользоваться, тоже непонятно. А стихизм, тогда зачем работать? То есть ты работаешь, гонишься за какими-то следующими уровнями, и потом в итоге получается, что ты лишаешь, получаешь беспокойство и лишаешься удовольствия. Вот итог, ну, той схемы погони за успехом, в которую нас всех с детства посадили и сказали, с детства ты должен бежать за успехом. То есть что вместо этого предлагается, непонятно. То есть есть предложение, это сосредоточиться на служении Богу, и тогда у тебя точно денег не будет, а будет много удовольствия и счастья. Ну, как бы, да, вот такие можно сделать выводы. Все, жду ваших выводов. И еще хотел попросить, так как мы должны развивать портал Ваикра и делиться знаниями Торы, это велитие знания, мы должны делиться ими этими знаниями. Ваикра это название Ива Звал. Пожалуйста, делитесь этим уроком, ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы Фейсбук понял, что самое важное место в Фейсбуке на сегодня это Ваикра. То есть это как бы, может, Судерберг ради вот этого портала Ваикра и создал весь Фейсбук. Я думаю, что вот так, да. Поэтому давайте делиться знаниями. Все, удачи, успехов. И желаю вам радости, здоровья, удачи, благословений, гармонии и всего хорошего вам. Все, удачи, успехов.